Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 11 мая и у нас обобщающий урок по темам перпендикулярные прямые, параллельные прямые, осевая центральной симметрии, координатная плоскость и графики. В тетрадях запишите число и тему урока повторения. Вспомним, какие прямые называются перпендикулярными, это прямые, которые при пересечении образуют 4 прямых угла. Строятся они с помощью чертежного треугольника или транспортира. Как построить прямую, перпендикулярную данной, проходящую через точку, которая лежит на прямой АВ, с помощью чертежного треугольника? Прикладываем так, чтобы вершина прямого угла совпала с этой точкой и проводим прямую. Записываем обозначение. Как построить прямую, если точка не лежит на прямой АВ? Прикладываем угольник так, чтобы эта сторона треугольника прошла через эту точку, а другая сторона треугольника прошла через прямую АВ. Две прямые, не пересекающиеся, лежащие на плоскости, называются параллельными прямыми. Обращаем внимание, что две не пересекающиеся прямые на плоскости называются параллельными прямыми. Если они лежат в разных плоскостях, это будет уже скрещивающаяся прямая. Записывается АВ параллельно КН или КН параллельно АВ с помощью символа. Напомним алгоритм построения прямой параллельной данной через данную точку. С помощью угольника чертим прямую перпендикулярную к АВ. Затем чертим прямую перпендикулярную уже к нашей зелененькой прямой. Проводим прямую. Две прямые перпендикулярные к третьей называются параллельными. Обозначаем и записываем с помощью символа. Итак, выполним сейчас задание. Аналогичные тем, которые будут у вас в контрольной работе. Первое задание. Перерисуйте в тетрадь рисунок. Проведите через точку М прямую С перпендикулярной прямой В. Тоже с помощью угольника строим прямую С перпендикулярной прямой В. И записываем. Далее. Прямую А параллельно прямой В. Строим снять прямую. Перпендикулярную прямой С. И тогда у нас получается прямая А параллельно прямой В. Второе задание. Начертите произвольный треугольник АДК. Постройте фигуру симметричную этому треугольнику относительно точки Д. Отметим точку Д. Это будет у нас центр симметрии. Далее проводим прямые через вершины треугольника. И откладываем расстояние КД равное ДК1. И расстояние АД равное АД. Соединяем точки. И мы получили треугольник ДК1А1 симметричный треугольнику АДК относительно точки Д. Четвертое задание. Третье у вас будет самостоятельно. Четвертое. Начертите тупой угол АПР. Это угол больше 90, но меньше 180. Отметьте на его стороне ПР точку Е. Проведите через точку Е прямую перпендикулярную ПР обозначим ее М маленькая и запишем. И прямую С перпендикулярную АП. Прямой АП. Поэтому прямую АП мы можем продолжить. И теперь проведем прямую перпендикулярную КТП. Все. Записали. Получили. Шестое. Данные координаты трех вершин прямоугольника АВСД Начертите этот прямоугольник. Найдите координаты вершины А. Найдите координаты точки пересечения диагонали. И вычислите площадь и периметр прямоугольника. Считая, что длина единичного отрезка координатных осей равна 1 см. В прямоугольной системе координат строим точки по координатам. Первая координата это Х. Вторая координата У. Сначала подъезд, да, другими словами. Потом этаж находим. Построили. Строим прямоугольник. И тогда нетрудно уже указать координаты четвертой вершинки А. Это будут координаты минус 3, минус 2. Записали. Третье. Нужно найти координаты точки пересечения диагонали. Диагонали это отрезки, соединяющие противоположные вершины прямоугольника. Соединили. Вот у нас точка. Обозначили ее другой буквой. И записали координаты. И четвертое. Вычислите площадь и периметр прямоугольника. Формулу напоминаю. Площадь это А умножить на В. Периметр. В равно 2 умножить на А плюс В. Находим. Длина у нас будет равна 8 клеток. Значит 8 сантиметров. У нас одна клеточка. Будем принимать за 1 сантиметр. Высота 6. И тогда у нас площадь будет 48 единиц квадратных. У вас в задаче это будут сантиметры квадратные. А периметр 28 сантиметров. Итак, мы с вами разобрали 4 задачи. 3 задачи оставляем для самостоятельной работы. Которую вы выполните дома. Итак, третья задача. Отметить на координатной плоскости точки КМ. Найти координаты точки пересечения отрезка КМ с осью абсцисс. Это ось ОХ. И записать координаты этой точки. Построить отрезок в симметричную отрезку КМ относительно оси ординат. И найти координаты концов полученного отрезка. То есть строите отрезок К1М1. И записывайте координаты этих точек. Седьмое задание. Изобразите на координатной плоскости точки КМ с координатами Х и У. Такие, что У равен 3. А Х будет произвольное число. То есть какой бы вы Х ни брали, У у вас будет 3. Отметьте эти точки на координатной плоскости. И пятое задание. По рисунку вам нужно будет ответить на вопросы. Я думаю, вы с этими заданиями справитесь. Итак, запишите в тетрадях домашнее задание. Повторите из учебника параграфы с 43 по 47. Записать решение всех задач с урока. Выполнить самостоятельно задание 3, 5, 7. Тем самым вы подготовитесь к контрольной работе. Выполненные задания отправлять к течении дня своему учителю-предметнику на его электронный адрес. На этом я заканчиваю. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...